приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для себя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео друзья мы с вами уделим внимание можжевельник поговорим об энергетической силе можжевельника поговорим о тех знаниях которые передались нам от наших предков поэтому обязательно просмотрите это видео и постарайтесь начните использовать эти знания себе во благо вы знаете можжевельник это энергетически сильное и очень уникальное растение способное противостоять всяческому злу нечисти разрушительному негативу а также многочисленным сущностям из потустороннего мира для того чтобы очистить энергетику дома от негатива его воздействия на живущих в нем можжевельник используют по-разному во первых можно использовать сильный аромат этого растения если окуривать тлеющим можжевельником дом либо помещения либо в офисе то его аромат очистить очень быстро энергетику данного помещения вы сможете от любого негатива а аромат тлеющей древесины от потусторонних сущностей и всяческой нечисти запах дыма оказывает и на человека очищающее воздействие восстанавливает его энергетическое поле подлатывая дыры на нем одновременно расслабляя и успокаивая с помощью аромата окуривая себя можно избавиться от таких негативных явлений как зависть сглаз и даже порча главное делать окуривание придерживаясь всех правил и употреблять нужно обойти помещение с горящим можжевельником трижды по часовой стрелке на каждый из кругов нужно проговаривать такие слова энергетическая сила этого растения помещение очищаю негатив из него убираю светлым энергиям место освобождаю дым все плохое в себя в берет и в открытое окно унесет после того как обошли помещение сразу же откройте окно и проветрите помещение или это жилье или это офис в этот период вместе с дымом уйдет все негативное из него настоящее время польза от такого растения доказано даже научно дым от можжевельника обладает противовирусными противовоспалительными свойствами укрепляет иммунитет избавляет от головных болей поэтому способен приносить большую пользу здоровью человека во вторых древесина можжевельник это также очень сильный оберег для дома древесина этого растения не поддается гниению поэтому это свойство использовали наши предки в свою пользу из нее делали посуду едя из которой притягивали только светлой энергии которые благоприятно сказывались на их жизни наливая в чашу молоко не знали что надолго не прокиснет а также с помощью чаши до хорошей энергии запускались беспрерывное русло из можжевельника делали лук охота всегда тогда была удачной охотники возвращались богатой добычей так как он способен притягивать энергии удачи что и оказывало бы благоприятное воздействие на охотников из корня этого растения вырезали обереги которые приносили удачи и благосостояния носили их на груди подвешивая на веревочку которую выбирали опираясь на свои потребности чтобы притянуть нужной энергии для того чтобы сохранить в семье любовь и добрые отношения делали из ягод можжевельника бусы носили их на шее или же размещали над спальным местом из кусочков древесины браслеты они не только сохраняли любовь но и помогали укрепить взаимопонимание уважение страсть также они способны были защитить от любой зависти которая часто мешала паре быть счастливой самым простым оберегом считается небольшая веточка можжевельника у порога или над входной дверью она способна уберечь ваш дом от прихода недоброжелательных людей и проникновение темных сил их потустороннего мира если носить постоянно с собой веточку можжевельника то она поможет избежать несчастных случаев а если разместить ее в машине то от аварии веточки данного растения обладают сильными защитными свойствами если веточка можжевельника размещена на кухне это предотвратит отток хорошей и благоприятной энергии из дома защитить жилье от того чтобы положительная энергия в нем переплелась негативно а что еще является немаловажным защитит от неблагополучных соседей если таковые вдруг появится у вас периодически ее нужно менять хотя бы раз в три месяца но выбрасывать не стоит а нужно сжигать желательно утром чтобы полностью уничтожить негатив который она в себе накопила и притянуть в этот момент потоки сильных энергий себе в помощь можно из можжевельника сделать настойку для этого взять веточки которые нужно мелко порезать добавить его ягоды залить стаканом горячей воды и дать настояться в течение трех суток желательно настойку сделать на убывающую луну этой настойка хорошо пользоваться когда нужно очистить что-либо от негатива это может быть какой-либо подарок от человека честь чистосердечности вы например не уверены предмет куплены в магазине вы не знаете сколько человек до вас к нему прикасались драгоценность которую вы купили с рук в комиссионке или которая передалась вам по наследству которая может таить в себе негатив предыдущих хозяев и историю которую вы не можете проследить может быть и купленным магазине вещь которую до вас могли применять многие наделяя своей энергией но вещь нужно обязательно обрызгивать небольшим количеством раствора с изнаночной стороны проговаривая при этом такие слова от негатива вещь освобождаю когда буду ее надевать ни о чем не буду переживать так как только благополучие будет жизнь мою наполнять также с ней мою жизнь придет и успех счастьем на много-много лет слова проговаривайте не спеша думая о чем-то хорошем после проделанного ритуала носите вещь вам не о чем будет переживать так как вся прошлая энергетика с нее будет очищена и вам не о чем будет переживать а наоборот светлые энергии с ней будут поступать в вашу жизнь оберегая вас ко всему от порчи и сглаза если же этот предмет украшение подарок намочив тряпочку в настойку оботрите со всех сторон и оставьте под лунным светом на сутки далее проговорить обязательно такие слова сильная энергетика настоя в помощь мне придет все плохое с данного предмета или украшение уберет после проговоренного украшения сразу наденьте а предмет подержите на протяжении трех минут в руках чтобы она напиталась ваша энергетика и впредь принадлежала только вам если добавит ягоды можжевельника в спиртовый напиток то такая настойка укрепит здоровье а если ягоды можжевельника добавлять в еду то человек будет не подвластен действию злых сил его биополе станет более крепким если отправляясь в путь возьмете с собой веточку можжевельника то ваша дорога будет легкой полной положительных эмоций приятных впечатлений и новых впечатляющих знакомств если у дома будет посажен можжевельник то живущая в нем одинокая девушка очень скоро встретит молодого человека с которым у нее завяжутся серьезные отношения а у семейных пар с появлением такого дерева в их саду отношения станут еще более крепкими а ссоры недомолкки и мне грозят если разместить можжевельник возле крыльца это поможет паре обзавестись детьми если вы переехали в новый дом а возле него растет можжевельник ни в коем случае не рубите его этим действием вы притянете в свою жизнь несчастье а вот если утром на протяжении трех дней вы будете его поливать и при этом проговаривать следующие слова я к тебе с добром и ты ко мне с добром будь семью мою и дом оберегай от недоброжелателей и разрушительных посылов защищай только счастьем и светлыми энергиями нас окружай проделав это простое действие вы обретете сильный защитный оберег для вашего дома но если по какой-то причине вам не нравится место где находится данный куст аккуратно выкопайте его и пересадите в то место которое подскажет вам интуиция конечно же идеальным местом для него является вход во двор так он будет верно защищать семью от беды ненависти зависти и злости по народным приметам темные сущности благодаря такому кусту не смогут попасть ваш дом пока не оборвут все хвоинки на данном растении есть еще и другая трактовка народные приметы им нужно будет пересчитать иголки на кустике можжевельнику входа будут служить ищет щитом охраняя вас и ваш дом от разной нечисти а вот можжевельник виде домашнего растения виде вазона это уже плохая затея так как в таком случае у него образуется ограниченность энергии который он излучает с помощью горшка так он становится символом вечности души чем может разгневать уже домового ведь будет образовать связь потусторонним миром выращивая его в доме можно привлечь беды не только к себе но и к живущим в доме в доме как вы уже слышали разрешается держать только небольшие веточки они-то и отгонят темные силы и недоброжелателей от вашего дома есть еще и другие народные приметы связаны с можжевельником наши предки заметили что если ветки этого растения опустились то быть сильному дождю или снежным заносом а если ветки наоборот поднялись ожидайте теплой солнечной погоды если добавить несколько веточек в банной вене кто это способно укрепить здоровье сделать человека энергетически крепким снять стресс нервозность очистить ауру на энергетическом уровне и даже избавиться от порчи если нарезать веточек можжевельника в чистый четверг то в этот период энергетика данного растения будут очень сильно их будут можно хорошо использовать для приготовления сильных энергетических настоек расческой древесины можжевельника способны не только укрепить волосы но избавить от негативной энергии подобранной в течение дня а также не допустит чтобы зависть не чистосердечность окружающих принесли вам вред если наслали проклятие то причесавшись такой расческой на протяжении трех днев и после спалив ее в полнолуние получится избавиться от его влияния а вот если одеть браслет из древесины на левую руку то в скорости можно ожидать прибавления в семье если нанизанную на красную нитку кусочки древесины держать под матрасом то влечение парой никогда не пропадет а если у мужчины имеются проблемы держите кусочки на синие нитки на его стороне кровати и проблемы быстро уйдут если из древесины можжевельника будут сделаны четкие и они находясь у вас в руках будут обладать не только защитными свойствами от негатива который способен поступать извне но и также смогут укрепить вашу нервную систему сделают вас мудрее а у вспыльчивых людей умерит это неприятное качество помогут соблюдать спокойствие наладят сон так как обладает способностью преобразовывать негатив позитив если в жизни наступила черная полоса все дела идут наперекосяк в таком случае найдите куст можжевельника и проведите такой простой ритуал который передался от предков используйте с пользой для себя но проделать его нужно в полночь на убывающую луну итак обойдитесь и его 7 раз против часовой стрелки 7 раз проговаривая такие слова куст по кругу обхожу жизнь свою к лучшему изменить хочу меня проблем одолели как снег на голову осели свой негатив на ветках оставляю от всех проблем себя освобождаю да будет так когда будете проговаривать конец фразы трижды обязательно поклонитесь когда закончите обхватите ветки в охапку передавая им все то что вас тревожит здесь нужно будет сконцентрироваться после чего уходить из данного места и не оборачивайтесь не приходите сюда в ближайшие три месяца а если есть возможность той и вообще такой нельзя проделывать с растением в собственном дворе так как она утратит защитную силу то что ваша жизнь насчет меняться в лучшую сторону а все плохое останется позади вы действительно очень скоро ощутите от недоброжелателей на работе можно защититься с помощью можжевельника или же если ваша работа связана с большим количеством людей ведь не все приходят с хорошими помыслами для этого на рабочем столе поставьте любое изделие из данного растения если такого изделия нет используйте веточку это будет ваш мощный оберег от зависти ненависти и доброжелательности коллег и людей с кем придется вам сталкиваться данного изделия или же веточки кроме защитных свойств еще и приятный запах благоприятная энергетика вам будет и спокойно и безопасно с ним магическим свойством обладает и эфирное масло можжевельника его основные свойства успокаивать исцелять и защищать она очень подходит креативным людям с творческой натурой так как сохраняет красоту души притягивает интересные мысли воплотив которые получается выйти на нужный жизненный уровень а также способна усилить такие прекрасные человеческие качества как благородство и верность с помощью его можно распознать что рядом с вами находится человек лжец врун если в районе запястья левой руки смазать кожу этим эфирным маслом она будет соответственно издавать легкий аромат который заставит человека лжеца при разговоре не смотреть вам в глаза а вот и вовсе отводить и в сторону такой человек на энергетическом уровне очень опасен так как на него нельзя положиться довериться он может быть к вам только из-за выгоды масло можжевельника способна защищать от агрессии избавить от раздражения и также положительное воздействие на нервную систему поможет принять единственное правильное решение в любой сложной ситуации убережет от необдуманных поступков и с помощью эфирного масла можно очистить энергетику дома от негатива любого рода чашечки аромалампы нужно накапать несколько капель эфирного масла зажечь свечу желтого цвета а приятные ароматы можжевельника избавит ваш дом таким вот простым способом отемных сущностей зависти сглаза и порчи масло заговорите в произвольном порядке какие подобрать слова здесь уже подскажет ваша интуиция но обязательно попросите освободить дом от негатива когда закончите сразу ощутите разницу в энергетике жилья потому что все плохое уйдет а святые положительная энергия обязательно приумножится доме станет приятнее и спокойнее находиться если вы чувствуете что с вами что-то не так можно принять ванну набрав воды капните 15 капель масла такая ванна снимет усталость успокоит нервы поможет восстановить и укрепить ваше биополе ванну можно сделать и другим способом 200 грамм можжевельника мелких веточек нужно запарить в кипятке дать настояться и затем влить этот настой в ванну это к так называемая можжевельная ванна принимать ее нужно в течение 25-30 минут 5-10 ванн они облегчат ваше общее состояние при болях в суставах а также такая ванна способна подлечить кожные заболевания так как обладает противовоспалительными и рано заживляющими свойствами еще одновременно с вышеперечисленным сделает ваше энергетическое поле очень крепким и неподвластным никакому влиянию со стороны также это масло можно использовать в смеси масел для массажа так как она способна обезболивать и согревать при болезни в суставах ревматизме принося пользу здоровью человеке при простуде заболевания горла используется отвары из можжевельника для полоскания ингаляции при проблемах с верхними дыхательными путями знаете свойства можжевельника наши предки использовали только с пользой для себя применяя его полностью от корня до ягод самых различных целях используйте и вы его свойства себе во благо чтобы вас окружали только светлой энергии помогая во всех ваших делах и действия друзья мы надеемся что эта информация для вас будет очень полезна и важно с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии очень важно чтобы они знали об этой важной и ценной информации на прямо сейчас на экране друзья видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео